Добрый день всем! Как обычно я буду просить вас подписаться на мой резервный канал. Ссылочка внизу в описании. Ну а сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, о чем вы наверное знаете, что в Украине разгорелась нешуточная война между одним из крупнейших олигархов Украины Игорем Коломойским и президентом Украины Петром Порошенком. Суть конфликта заключалась в том, что собственность Коломойского Приватбанк был доведен до неплатежеспособности и спасибо удалось только за счет вмешательства государства. Основная проблема – все невозвращенные кредиты были выданы структурам Коломойского. И в ходе переговоров о национализации Приватбанка правительство согласилось реструктуризировать на 10 лет все кредиты Коломойского с поквартальной выплатой процентов. И что самое главное, до 1 июля 2017 года Коломойский должен был внести залоги по этим кредитам, потому что в противном случае ему грозила уголовная ответственность. Но надо знать Коломойского. Естественно, он никакие залоги в срок не внес и никакие проценты платить не собирался. А вместо этого он сейчас сидит в своем имении в Швейцарии и вместе с юристами забрасывает исковыми заявлениями европейские суды с требованием вернуть национализированный Приватбанк. Коломойский – очень своеобразный человек и ни для кого это не является секретом. И вот вчера с его подачи, а такой вывод можно сделать из-за того, что это транслировал только один канал, 1 плюс 1, принадлежащий Коломойскому. Ко дню независимости Украины активисткой Фемен была проведена новая акция. Итак, вчера в Киеве одна из активисток Фемен залезла на постамент снесенного памятника Ленина. Она была голой по пояс, с короной и факелом. При этом на постаменте был наклеен плакат «Chocolate Independence», что означает «Шоколадная независимость». А на голой груди девушки красовалась надпись «Рошен». И когда она залезла на постамент Ленина, немножко постоял, она начала разбрасывать по сторонам конфеты «Рошен». Позднее одна из активисток Фемен прокомментировала журналистам эту акцию. Она заявила, что живя в Украине, абсолютно не чувствуя себя защищенной. Она рассказала, что многие женщины в зонах, приближенных к боевым действиям, занимаются проституцией для того, чтобы элементарно выжить. И отметила, что за все годы независимости Украины главным приобретением страны является сказочное обогащение Петра Порошенко в качестве шоколадного монстра. То есть его империя растет невиданными темпами на фоне обнищания народа Украины. И повторюсь, снимал эту акцию один-единственный телевизионный канал «1 плюс 1», принадлежащий Игорю Коломойскому. И кстати, что еще вспомнилось по поводу сноса памятника Ленина. В аэропортах США во многих людных местах висят плакаты, касающиеся туристов, прилетающих из Украины. А именно тех, кто является членами партии «Свобода», «Правый сектор» и многих других националистических организаций. На этих плакатах написано «Департамент полиции США предупреждает выходцев из Украины, что памятники Ленину и Ленану – это памятники разным людям». На этом, друзья, у меня все. Всем удачного дня. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.